По следам победителей. Магдидогорский ультрамарафонец Кирилл Франюк на днях вернулся в родной город, совершив невероятное путешествие из Волгограда в Берлин. Он пробежал 2600 километров, потратил на это 69 дней, износил две пары дорогих кроссовок. Не обошлось пути и без травм. Все подробности своего марафона Кирилл рассказал журналистам на специальной пресс-конференции в администрации города. В свое большое путешествие Кирилл Франюк посвятил 72-й годовщине победы. Бежал марафонец из Волгограда от монумента «Родина-мать», а дальше по следам победителей. Через Сталинград и Белоруссию, Варшаву и Познань. Цель путешествия – Берлинский Трептов парк. И несмотря на то, что все прошло по графику, Кирилл признался, этот его забег – самый неорганизованный из всех. Спортсмен оказался недостаточно натренирован и гостиницы заранее не бронировал. Весь мой забег – это череда невероятного везения, которое меня сопровождало на всем пути. Начиная от погоды, которая меня просто радовала весь путь, повезло мне и с людьми в пути, которых я встречал. Погода ультрамарафонцу действительно благоволила. Плюс 10, плюс 15. Именно в таком диапазоне она держалась все время пробега. Однако несколько раз теплые вещи надеть все же пришлось. Встречались на пути и шквалистый ветер, и дождь, и даже снег. Продолжая тему везения, еще одна удача ждала на польской границе. Пересечь ее можно было только поездом или на автомобиле. Кирилл подсел в микроавтобус к семье из Франции и благополучно миновал пост. Несмотря на то, что документы у парня были не совсем в порядке. Меня только спросили, почему у меня виза не той страны. Я сказал, потому что. И пересел границу. Хорошие дороги, километры автобана, отличные люди, с которыми встречался в пути. Кирилл вспоминает, во всех городах, в которых он останавливался, встречали радушно, с особой теплотой принимали в Белоруссии. Кроме того, соседи славяне порадовали невероятной чистотой улицы, милыми гостиницами а-ля Советский Союз. Это мой гостиничный номер в Белоруссии. Ковер на стене. Какая-то стенка без одной дверцы. Весь свой забег Кирилл совершил сольно, хотя иногда к нему присоединялись неравнодушные люди. Из солидарности они пытались пробежать с ним пару-тройку километров. Но самым удобным и молчаливым попутчиком стал бездомный пес, который в какой-то момент присоединился к забегу. Пару дней он сопровождал Кирилла, ел с ним котлеты в придорожных кафе, а потом променял друга на собачью любовь. Были на пути серьезные испытания. Под Курском марафонец получил серьезную травму колена. Резкая боль не давала шансов продолжать. Ноги были, видно, не особо подготовлены. Плюс очень плохая обочина. В этот момент я думал, что, возможно, придется прекратить. Огромная сила воли и целая горсть таблеток. Кирилл решил не сдаваться и продолжил свой путь на Берлин. Он добежал, справился, победил. Границу с Германией он пересек 5 мая. И уже 6-го в Трептов парке возложил цветы к памятнику воина-освободитель. Для Кирилла совершить этот забег было мечтой жизни. Он сделал это и еще раз доказал, что такие приключения под силу каждому. Да, трудно. Да, недешево. Но оно того стоит. Сам забег, ну, это где-то, наверное, в районе 250-240 тысяч. То есть можно уложиться. Но, опять же, я себя ни в чем не ограничивал. Если бы можно было ограничивать себя, можно было еще в меньшую сумму уложиться. Ну, такой забег бывает раз жизни. И занял каждого. На этом забеге Кирилл решил не останавливаться. Он уже строит планы на будущее среди ближайших. Этой осенью организовать полумарафон Крака Рейс на гору Крака под Белорецком. Евгения Солхудинова, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН.